Об этом мечтали, этого ждали. Капитанская дочка на новой сцене, воплощенная идеей художественного руководителя Юрия Киселева, чье имя сейчас носит ТЮЗ. Первый в мире профессиональный детский театр стал, наверное, единственным, дом для которого строили четверть века. Этому по жизни веселому, голубоглазому человеку досталась роль Емельяна Пугачева. Актер Алексей Чернышев уже почти 15 лет в ТЮЗе. Общепризнанное мнение, что для детей нужно играть как для взрослых, только лучше, иначе как глупостью, не называет. Глупость какая-то. Да нет, так же и взрослые, и дети смотрят. Если ты на сцене что-то представляешь из себя, что за тобой интересно смотреть, то, я думаю, это от возраста не зависит. На счету Алексея более трех десятков ролей. В репертуаре театра за 95 лет перебывали сотни спектаклей. Не все постановки одинаково удачны, и не на каждую выстраивается очередь. Новое руководство театра ставит перед собой сложную задачу – вернуть ТЮЗу золотое время. Хорошее воспоминание у моей мамы. Я помню, когда идешь по проспекту Кирова от Чапаева, и спрашивают всю дорогу до войска, нет лишнего билетика, нет лишнего билетика. Вот к этому надо стремиться. Нам было так это интересно. Мы смотрели сначала, а потом мы с удовольствием это читали. То есть, или наоборот. И, в общем-то, от этого ничего не менялось. И с большим удовольствием. Кроме того, я помню, когда я была учителем, и у меня был мой класс, и я как класс руководитель тоже с большим удовольствием, и я видела, насколько детям это необходимо. Для нас это был теплый, уютный дом. Поскольку студенческая жизнь в общежитии, она все равно прохладная, иногда нам хотелось вот этого тепла, мы ходили в ТЮЗ. Чуть больше взрослая жизнь, конечно, Григорий Цинман. Мне кажется, тогда влюблены в него были все. Девчонки средних и старших классов приходили в ТЮЗ только ради того, чтобы полюбоваться на Гришу Цинмана. ТЮЗ у каждого свой. У меня, как и у большинства. Это маленький, но очень уютный театр на Вольской. Это маленькая баба Яга и аленький цветочек. Григорий Цинман и Илья Володарский. У сегодняшнего юного зрителя будет уже свой театр, свои спектакли и свои актеры. Анна Головчинская, Алексей Чудин, Игорь Шишилин. Новости Телеобъектив.